Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни. Тут некоторые, вот я сегодня посмотрел, и вам советую тоже прочитать. О закате политической карьеры президента, цитата, да не дождетесь. Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как я говорил, держаться за это кресло. Нет, политика это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли. Поэтому, если вы позовете меня к себе, когда мы якобы с вами будем на пенсии, мы еще послужим этому государству и народу. И если новый президент придя, после нас придут генералы, захотят от нас совета и помощи, и поддержки, мы им окажем. Вот и вся моя политика. Но если кто-то думает, что я тут сейчас собрался и свинтил, Слушайте, были ситуации, когда, может быть, кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул. Слушайте, у нас было посложнее. У нас жгли на улицах автомобили. У нас анархисты и подонки со всего мира проезжали. Эти кадры есть в середине 90-х. Штурмом пытались взять дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили. Разница только нынешнего момента с тем, что есть внешняя поддержка бешеная. Тогда тоже она была. Но только толчок давали. А сейчас они кормят, кормят, кормят этих. И устроили нам эту цветную революцию. И появились эти телеграм-каналы. Поэтому она по длительности растянулась. Но вы должны понимать, что ситуация у нас была непростая. В парламентские выборы. Через ковид перешли мы в президентские выборы. Это вообще была бешеная обстановка. Во-первых, особый курс заняли в лечении ковидом, который сейчас во всем мире поддерживается. Во-вторых, мы же об этом не знали. У нас долбали со всех сторон. И все было сконцентрировано на лечении людей. И мы были отвлечены на этом. И упустили. А потом и меня подкосило, и прямо в президентские выборы. Конечно, мы кое-что упустили. Но это нас не оправдывает. Поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных вот этих ошибок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!